Уильям Мэри Чейз Создать отчетливо уникальное, характерное американское искусство и вписать его в мировую историю. Биографы и критики говорят, Чейз – космополит, эклектик, переработавший в своем творчестве все величайшие художественные открытия, чтобы компенсировать молодой Америке отсутствие многовековой непрерывной традиции. Одинаково виртуозно писал маслом, рисовал пастелью, обогащая эти две техники взаимными визуальными сходствами. Был старшим ребенком в большой семье торговца обувью. Отец поддержал мечту мальчика и до 18 лет Уильям уже получил начальное художественное образование в Веденаполисе в студии местного портретиста. В 18 лет уехал в Нью-Йорк учиться в Национальной академии дизайна. В 1872 году местные богачи-меценаты какое-то время с удовольствием заказывали у юного художника картины для своих домов, а потом посчитали перспективным вложить деньги не только в его картины, но и в его образование. Предложили Чейзу поучиться в Европе, а заодно помочь им подобрать настоящие полотна для частной коллекции. На что он сказал, о боже, я бы выбрал Европу, даже если бы мне пришлось отказаться от рая. Вот это его такое высказывание. Он осознанно выбирает Мюнхен, а не модный Париж. Париж в это время сходит с ума от Эдуарда Мане, Клода Мане. Чейз поступает в Мюнхенскую академию, едет копировать Рубенса, Халса и восхищаться Вильямом Лейблинг. Возвращаясь через несколько лет в Нью-Йорк, Вильям уже не только знает, как писать, но и как преподавать живо. Преподает в Нью-Йоркской школе искусств. Часто приглашает на свои занятия со студентами, коллекционеров, дилеров, других художников, чтобы те наблюдали за его работой. Он надевал было снежный костюм, работа маслом и мудрялся закончить работу, не испачкавшись. Его ученики вспоминали, что в такие моменты учительского азарта Чейз увлекался сам и мгновенно овладевал вниманием зрителей. Те сидели, разивнув в рты, неотрывно следили за каждым движением художника. Он работал очень быстро, при этом часто он писал не то, что хотел, а что должен был. Не столько произведение, сколько образец. Преподавать современное искусство молодым художникам нужно было убедить. Преподавал он в Лиге студентов-художников в Бруклинском художественном училище и художественном институте Чикаго, Пенсильванская академия изящных искусств, Артфордской школе искусств. Отновал в Нью-Йорк свою школу искусств и в 12 лет руководил летней полимерной школой Шиннеки. Учениками были Джордж О'Кифф, Эдвард Хоппер, Мерсон Хартли, Рокуэлл Кент и Жозеф Стелла. К сожалению, я только знаю Рокуэлла Кента картины. В мастерской он познакомился с 20-летней натурщицей Элисой Герсон, на которой быстро женился и уже живет спокойно. Счастливым, уютным браком много лет. 8 детей, безмятежные летние семейные каникулы, большой дом, большая мастерская. Художник умер в 1916 году в возрасте 66 лет. Ну вот все, что я смог найти в интернете о Уильяме Меритте Чейзи, американском художнике, писавшем в реалистическом и импрессионистическом стиле. Педагоге. Пока-пока, до свидания.